Я рада представить вам своего гостя. Это Руслан Умаров, генеральный директор первого кредитного бюро организации, которая является инициаторами, идейными вдохновителями, непосредственно организаторами сегодняшней конференции, второй ежегодной конференции по микрофинансированию. Руслан, я приветствую вас. Предлагаю начать с, скажем так, основных трендов сегодняшней конференции. Насколько я знаю, вы сегодня презентовали так называемый рейтинг надежности малого и среднего бизнеса. Расскажите об этом подробнее. Что это за рейтинг? На кого он рассчитан? Понятно, что целевая аудитория МСБ. Мы презентовали рейтинг надежности для малого и среднего бизнеса, который называет себя The Strongest Казахстан. Что это такое The Strongest? По сути, мы говорим о том, что эта компания является сильнейшей компанией в Казахстане. Возможно, естественно, это будет не одна компания, их может быть несколько, потому что мы отмечаем этих компаний, выделяем. И мы надеемся, что наши партнеры в том числе будут давать какие-то преференции компаниям в части выбора, возможно, в части, может быть, каких-то других условий при наличии такого сертификата. Что дает этот сертификат? Что под ним стоит? Мы говорим о том, что эта компания с идеальной кредитной историей. Мы проверяем финансовую отчетность данной компании и говорим, что она стабильна, она доходна, она может вести дела. Но что бы я хотел сказать, что The Strongest Казахстан – это не только сертификат и не только рейтинг, который позволяет оценить компанию. Это в том числе и портал, на основании которого, где вы все можете проверить своих контрпартнеров, как из дальнего зарубежья, так и местных. То есть мы работаем совместно с Национальным бизнес-регистром, соответственно, все компании Республики Казахстан, которые включены в этот бизнес-регистр, они доступны. И, соответственно, по ним можно получить какую-то информацию, хоть и краткую, но можно уже получить. Также мы работаем с Европейским бизнес-регистром, это 27 европейских стран, в рамках которых вы сможете получить практически всю информацию о своем контрпартнере. Это начиная от адреса, включая какими-то финансовыми данными. Для чего это нужно? Для того, чтобы компания здесь, на месте, могла проверить, удостовериться, что партнер, с которым вы заключаете сделку, ведете бизнес, он надежен. Поэтому мы поступили более глобально. То есть это не только сертификат, это не только рейтинг. Это именно портал, где вы оцениваете партнеров, где вы можете получить свой рейтинг и где вы можете, по сути, провести экспресс-комплайнс. Вот сегодня, возвращаясь к вашему вопросу, сегодня мы как раз-то презентуем, точнее, выдаем первые три сертификата компаниям, которые к нам обратились, которые мы, в принципе, тоже хорошо достаточно знаем. И мы сегодня после все его мероприятия на автопате, мы как раз-то и будем выдавать, вручать эти сертификаты. То есть это компании, которые, можно сказать, прошли определенную проверку на прочность. Да, именно, да. Эти компании как раз-то прошли. Мы будем выдавать вот такие вот сертификаты. Я надеюсь, что это будет все-таки действительно интересно не только самим компаниям, но также их клиентам. Почему? Потому что, когда ты выбираешь компанию, у которой есть рейтинг надежности, то ты уже больше доверяешь этой компании. Соответственно, это тоже повышает твою конкурентоспособность на рынке компании, я имею в виду. Допустим, приведу пример, да, подобный рейтинг есть на Западе. И вот мы разговаривали с одним из директоров кредитного бюро. Он говорит, при выборе, он строил дом, при выборе поставщика окон, он говорит, поскольку они тоже являются оператором The Strongest, я, говорит, выбрал компанию, у которой был The Strongest, ту, которую я знаю, которую мы выдали сертификат, потому что я точно знаю, что она мне сделает товар вовремя, не будет у нее никаких проблем, ни просрочек и так далее. Да, были цены, возможно, где-то ниже, но я выбрал, говорит, надежного поставщика. Я думаю, что мы к этому тоже придем, что мы будем выбирать только надежных партнеров. Но при этом вы понимаете, да, какую ответственность вы берете на себя, когда даете определенную оценку той или иной компании. То есть вы готовы к этому? Вы готовы сказать, что да, ту оценку, которую вы даете, она действительно соответствует действительности? Вопрос правильный. Что такое ответственность? То есть на основании тех данных, которые мы получаем, мы, соответственно, несем ответственность. Но в рамках того, что компания предоставляет эти данные, естественно, которые мы не можем проверить, мы не аудиторская компания, но компания нам предоставляет и говорит, что эти данные верны, на основании этих данных мы принимаем решение и говорим, да, компания надежна. Но у нас же рейтинг надежности определяется не только по финансовой данной, но также на кредитной истории. Если у компании есть кредит и компания его нормально обслуживает, то мы четко понимаем, что она выполняет все обязательства, которые она взяла на себя. Мы понимаем, какие кредитные ресурсы она взяла, сколько ежемесячно она гасит за кредит и так далее. То есть мы со всех сторон оцениваем компанию. Поэтому, да, мы понимаем, мы долго к этому шли и в итоге презентовали. Я думаю, это будет очень интересно. Руслан, давайте вернемся к повестке сегодняшней конференции. Мы говорим сегодня об инновациях. Хотелось бы узнать, какие ноу-хау сегодня внедряет первое кредитное бюро? Первое кредитное бюро внедряет каждый год очень много новых продуктов. Очень много продуктов мы объявляем. Не все продукты доживают до реализации по тем или иным причинам. Но что сегодня было интересного и будет еще, потому что у нас еще день не закончился. Наши партнеры рассказали про психометрический скоринг. То есть это по сути информация или оценка клиента без кредитной истории. То есть у клиента нет ни кредитной истории, ни какой-либо другой истории. Но на основании психометрических данных можно уже оценить и сделать оценку по человеку, он будет возвращать деньги или не будет. Вот как раз там был приведен пример о том, что в Мексике, кажется, банк выдавал кредиты студентам, у которых не было вообще никакой. То есть первую кредитную карту они выдавали на основе психометрического скоринга. Возвратность очень хорошая. И самое главное, что этот клиент в последующем всегда возвращался в этот банк, который ему первый в него поверил, первый в него вложил и доверил свою кредитную карту. Это что касается психометрического скоринга. Также у нас было очень интересное решение по системе принятия оценки от скористы, тоже наших партнеров. В чем интерес? Мы будем гарантировать то, что клиент вернет вам деньги. Если клиент не возвращает, то, соответственно, мы несем определенные издержки. То есть вы нам не платите, если мы предсказали неправильно. Мы мониторим портфель и так далее. Очень интересное решение. Когда мы продавали свои скоринговые продукты, классические, нам всегда задавали вопрос, а вы можете гарантировать? На тот момент мы не могли, но теперь мы в принципе готовы гарантировать о том, что наше решение будет правильное. Очень интересное решение будет от наших молодых партнеров, которые тоже достаточно быстро мы подключили. Это оценка финансового анализа малого и среднего бизнеса на основании тех данных, которые они предоставляют из своих учетных систем. Сейчас, по сути, кредитный аналитик банка при анализе бизнеса тратит очень много времени на анализ финансовой отчетности. До двух дней доходит, если компания большая. Но при этом решении, в принципе, можно получить краткий финансовый анализ за минуту. То есть мы сокращаем время, но при этом повышаем качество аналитики. Все остальные решения, которые были показаны, они в принципе уже были показаны. Еще из новых это антифрод для финтеха. Это, опять же, очень интересное решение, когда перед выдачей будет проверяться, было ли перечисление этому клиенту в течение последних 24 часов. И если от любой другой финтех организации уже было перечисление, соответственно, скорее всего, ему не выдадут этот кредит. Кроме этого, мы сегодня объявили о запуске пилотона от первого кредитного бюро. Что это такое? То есть мы открываем свои двери и говорим, что мы приветствуем любые начинания, любые сервисы, не только от стартапов, но и от состоявшихся команд, что эти сервисы можно запустить на уровне ПКБ, в структуре ПКБ и предложить это все финансовому рынку. Это будет очень полезно, потому что молодые команды с хорошими сервисами не всегда могут пробиться, достучаться до банков. У нас есть контакт, мы постоянно в контакте со всеми банками, микрофинансовыми организациями. А так они могут через нас достаточно быстро донести свой продукт до необходимых людей. Интегрируются с нами, мы запускаем какой-то пилот, показываем эффективность. Если есть интерес у рынка, мы его запускаем дальше уже навесленных, если нет, соответственно, данный проект сворачивается. Мы как площадка в данном случае не выступаем не инвесторами, мы выступаем в качестве партнеров. То есть по сути это партнеры, партнерская площадка, на которой мы помогаем запустить бизнес. И еще раз повторюсь, что это не только стартаперы, это могут быть любые команды, как состоявшиеся, так и молодые. Вот это вкратце о том, что у нас сегодня было, что будет. Возможно, я не про всех рассказал, но то, что позволяет. Что было, что будет, это замечательно. А давайте мы с вами сейчас попробуем понять, что есть у нас на сегодняшний день в плане оснащения инновациями, скажем так, финансово-банковского сектора. Вот те вещи, которые вы уже назвали, те ноу-хау, тот же психометрический скоринг, это все только в качестве предложения сегодня прозвучало или где-то в Казахстане это уже действует и имеет какой-то определенный успех? Смотрите, что было, поскольку у нас конференция «Цифровой Казахстан», давайте начнем с этого. Что нужно нам сделать для того, чтобы стать цифровыми? То есть, если зрители видели начало нашей презентации, то мы везде говорили, что нужно нам сделать, где мы находимся и что необходимо сделать. Первое, нам нужно серьезно пересмотреть законодательство, убрать все морально устаревшие нормы. Нам нужно серьезно подойти к вопросу удаленной идентификации клиента, потому что это, по сути, опять же, фундамент цифровизации, по крайней мере, финансового сектора. Нам нужно серьезно пересмотреть цифровую подпись. Опять же, я ухожу от термина электронной цифровой подписи, чтобы не путали с тем, что у нас сейчас есть. Говорю, нам нужна современная цифровая подпись, которую будут принимать все, как бизнес, так и государственные институты. Это основное, что нам нужно сделать. И тогда у нас уже инновации пойдут. Почему? Потому что бизнес готов, но бизнес не может находиться постоянно на грани. Это можно, это нельзя. Они существуют, на самом деле, как идут по лезвию бритвы. Шаг влево, шаг вправо – это уже нарушение закона. Поэтому все двигаются очень осторожно, так, чтобы не нарушить законодательство. И поэтому вот это наше продвижение, навстречу инновациям, оно медленно. Если нам расширят дорогу, нам дадут больше возможностей, я думаю, бизнес достаточно активно начнет внедрять инновации здесь, в Казахстане. А сейчас мы просто сталкиваемся с тем, что банки ведут бумажное кредитное досье, и они не могут с этим ничего не сделать. Кредитный договор ты должен подписать только на территории банка, только живая подпись и так далее, и так далее. То есть очень много нюансов, которые сдерживают это развитие. То, что президент сказал в своем послании «Цифровой Казахстан», вот это нам и нужно реализовывать. Я надеюсь, что как раз там все наши госчиновники, те, которые отвечают за это, они услышали, естественно, послание президента. Но благодаря нашей конференции я надеюсь, что они услышат и позывы, вызовы бизнеса, о том, что нам нужно двигаться и нам нужно двигаться намного быстрее, иначе мы совсем опоздаем. Все, что мы здесь говорили, это по сути уже где-то реализовано, и мы это все заводим сюда, в Казахстан. Как я в своей презентации тоже отметил, нам нужно брать лучше и быстрее. Опять же, небольшой пример. Мы были в кредитном бюро Южной Кореи, сделали им презентацию о том, кто мы есть и так далее, и так далее. И в итоге, когда мы разговаривали, они сказали, мы очень впечатлены тем, что вы сделали за три года. Каких результатов вы добились. Потому что то, что вы сделали за три года, мы сделали за десять лет. О чем это говорит? О том, что мы просто поехали, мы потратили время на изучение лучших практик, методик, мировых методик и практик. Мы взяли эти продукты, которые мы могли притащить в Казахстан и здесь у себя внедрить. И мы это сделали достаточно быстро. Все. Мы, опять же, не шли, да, там, как слепые котята, там, вот развиваясь эволюционно, скажем так, да. Мы поняли, что мы какие-то стадии, этапы мы можем пропустить, перепрыгнуть. Да. И сразу взять лучше. Может быть, стоит какой-то ориентир себе задать, да, в этом плане? Вот вы говорите о законодательстве, о том, что необходимо профильное законодательство совершенствовать. Мы можем, я не знаю, там, определить то законодательство, какой-то любой другой, может быть, страны, которая нам близко. Или к которому мы должны стремиться, чтобы у нас все было хорошо с внедрением. Вот, опять же, да, то есть мы, мы говорили в своей презентации, именно наш спикер от ПКБ, мы говорили о том, что просто надо брать опять лучшие практики. Вот смотрите, мы берем технологии и продукты, да, я считаю, что наши законодатели должны брать именно нормативные акты. Ориентироваться на продукты, да. Акты из этих стран, да, где мы взяли, допустим, мы вот притащили за стронгость, я образно, опять же, говорю, да, соответственно, нам нужно просто взять и понять, что мешает этому за стронгосту выстрелить, да, или, допустим, удаленная идентификация, что мешает, да, вот надо четко понять, вот это, вот это, вот это мешает, да, и просто взять лучшие. Вот мы сегодня будем показывать удаленную идентификацию на примере Великобритании, где это все прекрасно работает. Давайте возьмем законодательство Великобритании, тем более прецедент у нас уже есть в рамках МФЦА, там работает именно законодательство Великобритании. Все, давайте мы просто перетащим, немного его кастомизируем, и я надеюсь, у нас будет что-то лучше. К сожалению, у нас эфирное время подошло к концу. Спасибо за интересный разговор, спасибо за интересные ответы. Отдельное спасибо от лица всех участников сегодняшней конференции за организованное мероприятие. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо. До встречи в эфире. Удачи.